Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами платье нарядное, впереди праздники, да и вообще торжественные поводы разные у нас бывают, да? И хочется нарисовать что-то такое в стиле принцессы. Соответственно, я практически всегда рисую наброски, и вот в данном случае я приложила фотографию наброска, как это у меня выглядит. У меня всегда куча-куча-куча альбомов на столе, которые я использую. И вот нарисован такой набросочек относительно того, как бы я хотела это видеть. Но в этом видео я вам покажу не просто рисунок платья на шаблоне в Adobe Illustrator, но еще мы с вами потом перейдем в нейросеть и попробуем этот же эскиз раскрасить еще и нейросетью. То есть я раскрашу его в Illustrator и раскрашу его, соответственно, нейросетью. Ну, для того, чтобы посмотреть, как все это будет у нас сочетаться. Начинаю я с шаблона. Еще раз напоминаю, что шаблоны для рисунка эскизов можно скачать по ссылочке под этим видео. Переходите. У нас много разных шаблонов. Есть платные, есть бесплатные. Данный шаблон бесплатный. Вы можете его скачать и использовать. Он в формате PDF. Соответственно, его можно открыть как в программе. Также его можно открыть и распечатать для рисунка от руки. Тоже это очень удобно. Использование шаблонов помогает вам делать все эскизы одного размера. Здесь намечены основные линии. Именно этот шаблон ног где использовался и используется. И он универсальный. На нем получаются хорошие эскизы размера 42 или S. Вот. Поэтому у него нет перезауженной талии. То есть это действительно пропорциональный живой человек. И ноги не слишком длинные. То есть если вы будете рисовать на нем технические эскизы, проблем не будет. Если, конечно, у вас размер плюс сайз, то есть 50 плюс, то нужно брать другой шаблон. У нас есть такие шаблоны для моделей плюс сайз. Притом там разные формы. Там есть груши, есть яблоки и так далее. А вот именно этот шаблон, он идеален для масс-маркета, можно так сказать. Вот. Я беру шаблон. Соответственно, убрала у него ручки, чтобы он у меня был нормальным. Вот у меня эскизик, как он будет смотреться. Да, я вам его показала. Но при рисунке его не будет видно. Поэтому я сейчас вот так приближаю и начну, естественно, рисунок с корсета. У меня будет корсетное платье. Притом корсет отрезной. Смотрите, чем удобно, ну, еще раз говорю, да, то, что рисовать на шаблоне, я сразу понимаю форму шаблона, форму корсета. Кстати, корсет – это одно из немногих изделий, которое может деформировать фигуру. И, соответственно, если я понимаю, что корсет с утяжкой, я даже могу его за линию талии завести. Поскольку я не собираюсь делать утягивающий корсет, я буду делать его по форме фигуры. Все остальные изделия у вас фигуру в основном деформировать не будут. Ну, как бы, либо только спецбелье, которое там утягивает, но это немножко другая история, да. И, соответственно, выходить за линией шаблона мы с вами не можем. Так что это имейте в виду. Тоже есть такая особенность, что некоторые изделия могут деформировать фигуру. И некоторые, ну, даже созданы для того, чтобы фигуру видоизменять. Корсет – одно из таких. Так, где моя любимая обработка контуров? Я работаю стандартно с этим инструментом. Мне с ним работать удобно. Поэтому, как бы, вы смотрите. То есть у меня получилась вот такая отдельная чашечка. Так, сейчас я нарисую еще линию. Которая будет показывать отстрочку. Когда вот такая кривизна получается неправильная. Инструмент – опорная точка. Он здесь находится в перышке. Соответственно, мы его с вами можем всегда поправить. Почему именно инструментом – опорная точка? Потому что, если вы будете вот этой белой стрелочкой, условно говоря, делать, да, то у вас усики будут взаимосвязаны. И вы будете тогда не так четко и красиво это все делать. Вот у меня уже идет линия, соответственно, по которой я могу все обозначить. Надо смотреть, планируете ли вы делать по чашечке, например, линию реза и менять направление рисунка или так далее. В зависимости от этого при рисунке нужно будет выделить, чтобы у вас были отдельные контуры. Либо же вы можете просто нарисовать линиями, как я в данном случае, потому что я не планирую, что это будет как-то отрезаться другим цветом. Но в случае, если вы хотите, чтобы это можно было покрасить другим цветом, это надо сразу закладывать на этапе рисунка, чтобы оно у вас было. Давайте я вот сейчас нарисовала, когда уже, да, я могу задать, например, цвет. Технические эскизы, кстати, очень неплохо, когда они нарисованы у вас с белым цветом. Они просто их так лучше видно, они лучше читаются. Вот, поэтому, смотрите, то есть пока я рисовала, я смотрела на линии шаблона, когда я перестала рисовать, то я вот уже, соответственно, смотрю, как это будет смотреться. Так. Рисую форму юбки. Смотрите, такое тоже случается, иногда людей это смущает. У меня начало рисоваться пунктиром. Почему? Потому что последняя линия, с которой я работала, была пунктирная. Вот, мы сейчас это уберем. В этом нет ничего страшного. Вот здесь вот кнопочка в обводке пунктир, оп, и все убралось, все встало на свои места. Нарисовала сразу линию низа, и от этой линии буду рисовать сейчас, соответственно, по юбке складочки, которые мне нужны. Здесь я хотела нарисовать тенюшечку такую. И сейчас я ее по фарме поправлю, потому что точку я специально вывела чуть наверх, чтобы она там ни с чем не сливалась. Вот так. Здесь тоже, видите, пошло непопадание. Но это не страшно. Такого плана эскизы используются, ну, по крайней мере, в производствах, и везде очень широко. Их можно использовать, так что даже если вы к конструктору пойдете с такого рода эскизом, все будет хорошо. Тем более, если он на шаблоне нарисованный. Так. Это у нас будет тень. А тени я обычно обозначаю полупрозрачной вот такой штучкой. Так. Соответственно, еще вот здесь у нас будет такая вот линия. Сейчас она залилась, потому что, опять же, предыдущая была с заливкой. Сейчас все-все-все это уберем. Это нормально. Вот. Выбираем. Меняем местами цвет заливки и цвет контуры. Получаем жуткие топорные линии. И делаем их, ну, то, что я называю красивыми по форме. Вот они стали у нас более красивыми. Давайте я сделаю заливку. Сразу будет понятно. Вот в таких историях хорошо, когда есть тени. Поэтому тени мы добавляем. Что нам дают тени? Я знаю, что очень многих проблемы с тенями. Тени нам позволяют формировать объем. Показывать, какое у нас это изделие. А в случае с тканью, с драпировкой, они показывают, ну, где как раз идет какая форма. То есть в этом нет ничего такого страшного. Я рекомендую посмотреть базовый классический рисунок с рисунком теней. И, в принципе, с эскизами я обычно работаю по принципу цилиндра. То есть мы смотрим на цилиндр, цвет светит прямо, а по краям темно. Ну, я понимаю, что это немножечко отклоняется от естественного света. Вы можете рисовать, как будто у вас с одной стороны свет. Но вот я, когда работаю, я себе в голове вот такой принцип держу. И для меня он как бы более понятный, более актуальный. Вот, смотрите, я нагородила. У меня слилось. Сейчас буду перерисовывать вот эту часть. Такое тоже бывает. Пока сейчас эти линии поправлю. Вот. А вот здесь у меня слилось. Соответственно, эту линию нужно поправлять, чтобы не было проблемы. Ну, либо можно было откатить назад, либо просто перерисовать. Поэтому я часто тени выношу на новый слой, чтобы они тут друг с другом не мешались. Вот так вот, например, вы все блокируете, создаете новый слой. И чтобы у меня сейчас опять никуда ничего там не слилось неприятным образом для меня. Чтобы мне потом не перерисовывать, я просто рисую тень. Вот. А потом ее просто сгруппирую со всем остальным, она у меня сольется на нужном мне слое. Это хороший способ, когда нужно вот ограничить. Вот. Так что слои, это не страшно, они наши помощники. С ними надо просто освоиться, и будет очень удобно. Вот. Такая штучка у меня получилась. Теперь я это все беру. Есть такой классный инструмент зеркальное отражение. Я думаю, что если вы смотрели другие мои видео, вы это видели. Вот. Shift-Alt я зажала. Shift-Alt позволяет, соответственно, повернуть и раздублировать. Вот я совмещаю. Вот эти линии у меня должны совпасть. Эта линия должна совпасть, и эта линия должна вот здесь оказаться. То есть это все тоже проправляю, чтобы оно было на местах. Просто при увеличении. Никогда не бойтесь зумировать. Обязательно смотрите, чтобы все было на местах. Это как бы ваша ответственность, сделать все на своих местах. Вот так вот у нас получились штучки. Давайте здесь еще тоже тенюшек добавим. Поверху, потому что я их не нарисовала. Где будет? Ну, смотрите. Естественно, грудь это полусфера. Ну, если мы условно говорим, кто-то может и как конус сказать. Под грудью всегда будет темно, сбоку будет темно. Здесь тоже будет тенюшечка. И под грудью вот здесь тоже будет такая вот полутень. Вот он и весь принцип. В принципе, можно и вот сюда тоже кусок нарисовать, если нужно. Ну, если не хотите, можно не рисовать. Это если мы говорим про крупные тени. Если мы говорим про мелкие, которые формируются, соответственно, непосредственно тканью. Если там у вас какая-то драпировка, мелкие тенюшки, то тогда это все надо делать. Видите, они достаточно простые формы. Просто мы их убираем и происходит формирование объема. То есть данная тень показывает, что, ну, вот как я говорила, цилиндр и сюда. То, как я рисую, это не значит, что это истинно в последней инстанции. Вот здесь тоже можно, поскольку здесь я задала вот эту тень, да, я вполне могу ее добавить и расширить вот сюда. Для того, чтобы показать, что там вот здесь темнее. И сделать ее такой же. Вот. То есть как будто бы здесь тень чуть сильнее падает, чем с этой стороны. Так, и еще у меня тут одна деталь конструктивная должна быть, которую я не нарисовала. У меня вот такая вот будет планочка. Такая вот будет планочка. С этой планочкой сейчас аккуратно отработаю, потому что мне нужно понять, какой она должна быть правильной толщины и какой толщины у нее должен быть контур. И она должна находиться у меня ровно по центру. Вот она по центру. По толщине контура сделаю потоньше. И задам ей заливочку белым. Вот она пришла. Да, от нее вот здесь будет разрез. Все это показано. И по планочке много-много мелких красивых пуговок. Смотрим. У пуговок тоже я когда рисую, пуговка деталька мелкая. И для того, чтобы красиво все смотрелось, естественно, толщину контура убираю. Так что у пуговок не надо стремиться сделать такой же контур. Теперь вниз смещаю Shift-Alt. Она у меня получилась. Ctrl-D, D, 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 D. Таким образом у меня происходит много-много одинаковых красивых пуговок. Будет прям, если вы смотрели какие-то исторические платья, там много-много-много вот этого вот, а-ля бисер такой. Вот здесь мы то же самое с вами делаем. Я просто вниз мышкой кручу, скроллю. Для того, чтобы вот, дошли до конца. В принципе, можно сделать распределение, но так проще. Вот они у меня получились, эти прекрасные пуговки маленькие. Они здесь скорее для декоративного элемента. Я думаю, что даже эту планку не надо делать как застежку. Хотя можно здесь ее сделать застежкой. Но я бы этого делать не стала. Единственное, что будет сделать удобно для дальнейшей работы с эскизом, это вот эти все пуговки объединить в одну группу. Это прям будет удобно для работы. Поэтому мы все это вместе выбираем и сгруппировываем. Когда вот эта вся мелочь в одном... Ну вот, например, я сейчас раз и поправила быстренько у них толщину контура. Раз и, например, дала им серую заливку. И сразу все, не надо каждую выбирать. То есть один раз выбираете, группируете и уже с этим работаете. Вот, в принципе, основа платья у меня нарисована. Что у меня будет из особенностей? Из особенностей, как вы видели по эскизу, у меня такие красивые рукава-розочки. По сути, мне нужно нарисовать одну красивую розочку, которую в дальнейшем мы будем использовать. Здесь, как и с пуговками, тоже вот я взяла 0,5. И на самом деле я сейчас пойду от обратного. Я обычно рисую розу от центра, но когда руками ее рисую. А в данном случае я буду ее рисовать от обратного. Объясню почему. Потому что тот объект, который я буду рисовать первым, он будет ложиться на нижний уровень. И следующие объекты, которые я буду выставлять поверх, они будут ложиться уже сверху. И таким образом роза будет естественным образом наслаиваться. Если же я буду рисовать от центра, то тогда мне придется постоянно дергать объекты. А здесь как будто бы естественным образом такие вот лепестки я буду рисовать. И видите, они у меня наслаиваются. То есть тоже вот мне когда спрашивают, как рисовать в иллюстраторе, включаем логику. Мы понимаем, что объект на объект, объект на объект, и будет давать нам нужный эффект. В принципе, можно попробовать, конечно, генеративной заливкой создать. Но то, что я увидела в генеративных заливках, оно... Все-таки, мне кажется, там трассировка. Мне не понравилось. Вот. Получилась вот такая вот у меня розочка. Обязательно тоже все это сгруппировать, чтобы мне было удобно с этим работать. Вот. Можно, если у вас что-то произошло, вы можете отдельно подергать какие-то кусочки, чтобы они там были правильной формы, там лепестки и так далее. Все это отдельно нарисовано. Вот, пожалуйста, это все совершенно рабочий инструмент. Вы можете добавить, убавить. Это вот режим изоляции. Когда вы щелкаете двойной клик, у вас попадает режим изоляции. Я платье сейчас не могу дернуть. У меня активна только поэлементно моя группа розы. Ну, это же удобно. Уползенно удобно. Только не говорите, что вам неудобно, потому что вы просто не привыкли. Я когда тоже начинала работать в иллюстраторе, про эту функцию вообще не знала. И считала, что, конечно, это все ерунда. Потом, когда распробовала, поняла, что ничего удобнее нет. Вот. Две розы сюда. И две розы сюда. Вот такая красота у меня получилась. Платье с розами. Можно подергать посильнее. То, что я и говорила. Давайте здесь вот этот объект увеличим. Ну, то есть они же не обязательно должны у нас быть симметричны. Это вроде как розы. Поэтому я могу их подергать абсолютно асимметрично, чтобы они у меня вошли сюда. Вот так. Подвинуть. Здесь тоже двойной клик. Этот объект дернуть. Этот объект. То есть вы при помощи разных слоев, при помощи группировки, вы не усложняете себе жизнь, а упрощаете. Это вот тот момент, который нужно понять. Когда вы работаете в иллюстраторе, используете его определенные функции, это вам должно не усложнять то, что вы делаете, а облегчать. И когда вы это поймете, вам сразу станет удобно и комфортно работать. Вы облегчаете себе жизнь. Не усложняете тем, что вы там что-то там куда-то наделали. Ну, и для технического эскиза вот эти все розочки можно сделать с небольшим градиентом. Сейчас вот они смотрятся очень так активно. Если градиент будет очень легкий, будет смотреться очень приятно. Притом, скорее всего, радиальный будет смотреться лучше. Хотя нет, лучше вот такой. То есть они должны быть чуть-чуть с оттенком. Вот чуть-чуть с оттенком. И видите, сразу как заиграло. Несмотря на то, что это черно-белый эскиз, вот такая игра уже пошла. И розочки так смотрятся. У меня залито белым, у меня пуговички светло-серые, у меня есть тени. То есть все вот такое вот мягкое и интересное. Здесь можно посмотреть, насколько активна и большая должна быть юбка, потому что по форме я сейчас смотрю. Мне кажется, что вот здесь нужно немножко расширить. Выделяю ее белой стрелочкой и немножечко расширяю, немножечко увеличиваю. Понимаю, что я хочу сделать платье попышнее. Попышнее. То есть я занимаюсь корректировкой того эскиза, который есть, не перерисовывая его, а просто кусочки меняю. Здесь есть вот такой инструмент, называется лассо. И при помощи этого лассо вы можете выбрать область, в которой есть нужные вам точки. И вот в дальнейшем, если точки тяжело схватить, вот так с ними поработать. Так что это тоже очень удобно. Вот при помощи лассо оп и поехали. Оп и поехали. Много способов выделения, много способов работы с различными объектами. Лучше, конечно, их изучить все и понять, какие комфортные для вас. И тут есть еще такой момент, что в разных ситуациях нужно использовать удобнее даже. Давайте скажу так. Нужно не совсем то слово. Удобнее использовать тот или иной метод. Вот. Получился у нас красивый с вами эскиз. Это я могу убрать. Так. Давайте я вот это уберу. Теперь вот эту всю красоту я сгруппировываю. И сгруппировалось у меня только платье. Как видите, платье вошло в группу. Теперь я просто скопирую наш лист, чтобы этот эскиз остался такой, какой он есть. Вот. И раскрашу данный эскиз цветом. Цветом будем красить алым. Ну, все-таки розы, страсть, красота. Вот это все и будем красить. Красивый алый цвет. Здесь тоже такой момент. Меня иногда спрашивают, а как вот покрасить конкретным цветом? Имейте в виду, у каждого монитора своя настройка. И если он у вас не калиброван под определенное оборудование, ну, глазометрически все это красится. По-другому я не знаю как. Честно. Так. Теперь мы выбираем то, что у нас является тенями. Я выбрала цвет основы. Вот он у меня. Я его сразу вытащила. И это тоже такая маленькая хитрость. Позволяет сделать эскиз более насыщенно красивым по цвету. Когда вы это все выбираете, вы выбираете вот этот вот цвет. И его же просто делаете темнее. И тогда тени, они будут прям такие красиво насыщенные. Видите, они красные. Очень красиво насыщенные. Так. Теперь я приближу. Заливка у нас базовая с вами будет, естественно, красная. Вот он, красный цвет. Все это заливаю. Теперь вот эту мелочь у меня, эту мы заливаем. И выбираем. Просто в режим изоляции провалилась, чтобы спокойно выбрать. Вот все, что у нас объединено. И здесь я залью градиентом. Градиентом вот таким. Сейчас я посмотрю. Ну да, вот прекрасно сработал градиент. Можно даже вот сюда вот этот цвет сделать потемнее. И тогда вообще будет полный объем у нас показан. Будет очень красиво. Вот у меня такие объемные пуговки, которые в цвет. Розы тоже мы сделаем градиентом. Сейчас мы туда... Они и так у нас градиентные. Мы просто добавим. И здесь уже можно поиграть оттенками красного, для того, чтобы они просто вот красиво, насыщенно смотрелись и играли разнообразными оттенками. Получаются вот такие красивые розы. Притом не всегда для так называемой подсветки нужно использовать именно красный цвет. Ну или именно белый цвет, как иногда блики все время там про белый говорят, да? Нет, это совершенно не так. Иногда действительно можно делать цветные блики. Получается очень красиво. И в данном случае я хочу, кстати, показать, как это сделать. Вот смотрите, вот здесь по лифу мы сейчас просто будем с вами делать красоту именно в виде красных бликов. Вот сюда красный блик. Он у меня сейчас градиентом делается. Мы сейчас уберем этот момент. Это придаст именно такую очень красивую фактуру тому, что мы рисуем. Значит, что я сделала? Это блики. Я убираю цвет контура. И я оставляю ярко-красный цвет, эффект, размытие. Размытие по гауссу мне нужно. Вот оно размылось. И теперь вот у этих четырех объектов, которые у меня выбраны, задаю непрозрачность. Но они не должны у меня так кричать. И вот смотрите, видите, получилось, как будто бы ткань переливается. То есть не ярко-белый там какой-то. И вот здесь тоже, если мы с вами говорим, что здесь какая-то структура должна быть, текстура. Вот это текстурирование именно на ткани. Оно вот так будет у нас с вами изображаться. И я бы его не стала делать симметричным. Естественно, такие вещи намного-намного лучше делать, когда у вас это все асимметрично. Вот здесь мы отражаем. То есть вот здесь там цветовое пятно будет. Притом, для того, чтобы понять, как их рисовать, посмотрите фотографии бархатных платьев. И там вы увидите, там идет игра света тени. Бархат это всегда игра света тени. Этого, я думаю, что вполне достаточно. Мы выбираем то, что мы сделали. И повторяем тот же самый эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Настройки сохраняются. И вот эти все объекты нужно выбрать. И, естественно, настроить непрозрачность. Непрозрачность, так же, как у теней, для того, чтобы оно не светило так ярко, а было. И при этом непрозрачность у каждого объекта может быть своя. То есть какие-то будут тонуть, грубо говоря, какие-то выходить вперед. И вот таким образом вы сформируете внешний вид. Здесь тоже можно играть с непрозрачностью. Где-то поярче, где-то поменьше. Не все объекты должны быть с одинаковой непрозрачностью. Не все должны быть там формы и так далее. И у нас получилось с вами вот такое очень красивое, очень сочное платье. Еще раз, мы можем тени тоже подкорректировать. Потому что, например, я хочу, чтобы они поярче были видны. Это уже просто, давайте скажем так, подгонка. Догонка того, что мы сделали. Вот здесь у нас тоже есть тени. Тоже мы с ними можем отработать. Вот эту тень тоже. Она у меня, кстати, какого-то странного цвета, ненужного у меня, черного. Она на основе черного. На основе черного тоже не очень красиво смотрится. Вот. Вот такое платье у нас получилось. И что я могу сделать? Я могу, например, вот это взять. И сейчас очень легко перекрасим. Почему так важно аккуратно отработать с цветом? Потому что в дальнейшем у нас с вами есть и генеративное перекрашивание, то есть с использованием нейросетей. У нас есть возможность и просто автоматически перекрасить графический объект. То есть у иллюстратора это позволяет делать прям на раз. Вот смотрите, два прекрасных красных платья. Мы выбираем одно из наших великолепных платьишек. И вот сюда нажимаем перекрасить графический объект. Вот смотрите, генеративное перекрашивание я могу выбрать и написать, как бы я хотела это видеть. Могу здесь пощелкать в разные стороны. И у меня, соответственно, все подтягивается под то, в какой цвет я хочу. Да? То есть, соответственно, это все делается автоматически. Один раз вы отрабатываете эскиз, и после этого у вас получается светло-сиреневый шелк. Крутится. Сейчас предложит несколько вариантов. И мы выберем тот, который нам подойдет. Вот, смотрите, пошли варианты. Почему-то черно-белый предлагает. Это, конечно, очень интересно. Вот. Сбросим. И давайте все-таки я лапками сделаю. Генеративочка не хочет мне перекрашивать то, что я показываю. Допустим, вот я перекрашу в сиреневый. Более такой легкий. Вот. У меня получилось тоже платье в другом оттенке. Могу его руками поправить, как угодно. Все-все-все, все объекты мне доступны. Теперь, как и обещала, с тем же самым платьем мы пойдем с вами обратимся к нейросети. Нейросеть Ньюарк. Сделаю просто отдельно платье. И не такое большое. Сейчас оно у меня нарисовано на стандартном А4. А я ему сокращу объем фоном, чтобы у меня платье было лейтмотивом, давайте скажем так. Вот смотрите, какая разница. Здесь у меня на шаблоне в А4. Сюда я могу всяких стрелочек написать, что здесь пуговка маленькая, обтянутая основной тканью, диаметром 0,5 см на ножки, шелковые розы, диаметром такого-то из такого-то материала, длина планки такая-то, чашечка такая-то, уплотнение, отстрочки. Вот это я все напишу, если я буду делать дизайн-описание. А здесь мне нужен просто красивый эскиз. Поэтому мы сохраняем, соответственно, я на компьютере сейчас сохраню платье с розами, с розами по рукавам. Сохраню. Сделаю экспорт. Сделаю экспорт всех монтажных областей. Все у меня отэкспортировалось. ПНГ среднее 150 на белом фоне хорошо. И открываю Newark Neurosity. Добро пожаловать. У меня здесь сделан аккаунт. И сейчас мы открываем наш отэкспортированный эскизик. Вот он нарисованный. Все при вас. Так сказать, ничего за кадром не оставляю. И давайте сделаем описание. Красное бархатное платье с рукавами из роз. По стилю никакого стиля. Давайте одну штучку попробуем. И посмотрим, что она нам предложит. Какой вариант Neurosity по раскраске. Ну и сравним, естественно, как это может быть сделано. Давайте смотрим. Немножечко подождать. Вот она взяла в работу. Давайте смотреть. Так. И вот такая феерия получилась при помощи Neurosity. Могу сделать то же самое. Только прям вот четко по эскизу. Здесь она мне дала волю. Ну согласитесь. Обалдеть же. Такая штука классная. Сама додумала. Сама сделала. Естественно, совершенно не сравнима с тем эскизом, который нарисовал я. Но насколько классно. Вот. А так. И сейчас она должна более четко эскизу последовать. То есть, о, четко. А сама нарисовала что-то еще. Вот. Но розы классные. Розы прям рисуют, рисуют розы. Потому что дело в том, что уровень креативности. Это чем выше уровень креативности, тем дальше от эскизова делает. Но на мой взгляд, прям вау. То есть, вот смотрите, как можно прорисовать, сделать эскизы технически. Здесь еще потом куча идей. Смотрите, она каких-то мне отстрочек добавила. Но здесь она мне добавила еще каких-то дополнительных складок, которых я не рисовала. Ну, то есть, как бы, конечно, она тут допридумывала. Ну, а это у нее не получилось. Тоже не каждый эскиз, но первый мне понравился. Я считаю, что классно. Вот такой способ работы с эскизами. Используйте. Обязательно пишите мне вопросы. Я буду на них отвечать. Я буду показывать, рассказывать, объяснять. Внедряем новые технологии в нашу жизнь. Это классно, это интересно, это красиво. Ну, и вообще замечательно. Если вам понравился способ работы, ставьте лайк или дизлайк. Если не понравился, не забывайте подписываться на канал, для того, чтобы посмотреть и увидеть новое и интересное. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok